Всем огромный привет! Сегодня видео будет о покупках одежды. Я знаю, что вы очень любите такого рода видео и извиняюсь, что давно не снимала, потому что одежды накопилось достаточно много. И сегодня покупки будут такие более весенние, летние. И давайте начнем. И первое, что я хочу вам показать, это вот такой вот яркий комбинезон. Он действительно очень яркий, такого салатово-лимонного оттенка. Я не знаю, как правильно ли передаст цвет моя камера, но он действительно яркий. Его можно будет носить уже весной и, конечно же, летом. И вся фишка, на самом деле, у него сзади. Вот такая вот интересная, так интересно оформлена спинка, такой V-образный вырез. И также здесь проходит такое черное кружево. Это очень красиво смотрится, очень так подевичье. Мне очень он понравился. И, кстати, я бы носила его с таким каким-нибудь тоненьким ремешочком, потому что без всего он смотрится не так интересно. Он очень красиво сидит на фигуре, смотрится, как будто бы вы надели такое коротенькое платьице. И, кстати, в топ-шопе продается точно такой же комбинезон, но в розовом цвете. Следующей покупкой я довольно больше всего. И уже действительно считаю деньки, когда я смогу их надеть в люди, на улицу. Это такие яркие шорты-юбка очень модного цветочного принта. Они действительно сейчас очень актуальны. Они очень красиво сидят по фигуре. Не знаю даже, что еще про них сказать. Кстати, к ним очень легко подобрать верх, потому что присутствуют здесь все цвета. И белый, и желтый, и фуксий, и голубой, и какие только можно. Поэтому проблем с этим не будет. Но сидят они очень хорошо, очень они мне понравились. И уже думаю заказать зеленого цвета, по-моему, там есть, и белые. Вот. Присмотритесь к ним. И, кстати, покупала их в магазине River Island, но заказывала я их на сайте asus.com, потому что в нашем River Island я их почему-то не видела. Вот так. Следующей покупкой у меня было платье. Конечно же, мне привлек яркий оттенок. Он чем-то напоминает оттенок комбинезона, но на самом деле они немного разные. И также меня привлек, конечно же, вот такой вот кружевной рукав. И кружево присутствует также в зоне декольте. Очень красиво смотрится. Все платье сделано, знаете, как будто бы связано, но оно очень легкое. Поэтому в нем жарко точно не будет. Так, что еще о нем можно сказать? А, давайте я вам расскажу про длину. Когда я выбирала его на сайте, то это платье смотрелось таким достаточно коротким. Но когда оно пришло ко мне, я его померила, оно не было таким. Оно, знаете, такой средней длины, не короткое, не длинное. Наверное, я просто коротышка. И как-то, наверное, так. Но платье очень красивое, и мне понравилось, как оно на мне сидит. И с большим удовольствием, конечно же, буду носить летом и даже вот сейчас весной. Следующая покупка уже совсем летняя. Я даже не знаю, как правильно эту вещь назвать. Это и не кофта, и не туника. Но ее надо носить либо с купальником, либо с короткими шортами завышенной талии. А вниз надевать какой-нибудь такой топик, либо купальник, неважно. Я брала именно для лета, для пляжа. В принципе, в город можно выйти. Очень красивая, легкая, поэтому летом вам точно не будет жарко. И, по-моему, тоже есть несколько оттенков. И покупала я тоже на сайте asos.com. Это мой самый любимый сайт. Он английский. Там очень быстрая доставка, поэтому всем советую. Хотя знаю, что многие об этом сайте уже слышали, заказывали. Но действительно, очень достойный сайт. И заказываю с него постоянно. Это ни в коем случае не реклама. Никто мне ничего не присылает. Следующая покупка была свитер. И, конечно же, я не могла устоять перед цветом. Он действительно очень нежный, очень красивый. И покупала я его в магазине Monki. Опять же, заказывала с сайта Asos. Там разные бренды представлены. Очень приятный материал. Там половина катон, половина еще что-то. Я уже не помню. Но достаточно такой приятный. Не колется. И тело будет у вас дышать. Потому что, опять же, сделано из натурального материала. Этот свитер отлично подходит под джинсы. Под те шорты-юбка, которые я вам показала. Смотрится просто бомбезно. Поэтому буду с удовольствием его, конечно же, носить. Следующая покупка была совершена в магазине Zara. Я себе купила вот такую вот, что это? Блузка. Блузка сделана из хлопка. Мне понравился принт. Он достаточно яркий. Можно носить с каким-то более спокойным низом. Также посерединке присутствуют такие вот рюшечки. Что добавляет какую-то такую изюминку, интересность. И сзади также вот такие вот пуговки. То есть все застегивается на пуговки. Вот. Очень красиво. И, кстати, до сих пор она продается. Это, по-моему, новая коллекция. И также к шортам, которые я показала ранее. Я приобрела такую достаточно простую футболку. Короче, но она широкая. Она подойдет как и к этим шортам. Также к джинсовым шортам с завышенной талией. Каким-нибудь юбочкам. Очень универсальная вещь. Подходит ко всему. Поэтому, мне кажется, она должна быть в гардеробе любой девочки. Следующее, что я купила совсем недавно. Просто не могла вам не показать. В магазине Джуси Кутюр я приобрела вот такой вот красивый халатик. Очень красивого такого розового цвета. У него очень широкие рукава 3 четверти. Также вот присутствует такое кружево. И, кстати, сейчас эти халатики находятся на скидке. Поэтому, если вам он понравился, то обязательно приезжайте. Сейчас скажу, где он продается. В магазине Метрополис. Да, там открылся такой моно-брендовый бутик. Вот. И сделан, по-моему, из хлопка. И что-то там еще, по-моему, добавлено. Но очень приятный, нежный и классный халатик. Я надеюсь, что вы не устали. Но обещаю, что осталось совсем чуть-чуть. Приобрела я также вот такое вот яркое розовое платьице. На самом деле, в нем нет ничего особенного. Да, оно такое простое, хлопковое. Оно не слишком короткое. Да, то есть я заметила то, что все платья, которые я заказывала, они не слишком короткие. Хотя на моделях они смотрятся короткими. Носить я его обязательно буду с каким-нибудь тоненьким ремешочком. Потому что без него он смотрится как-то скучно. В принципе, наверное, и все. Буду носить обязательно его весной-летом. Пока еще, конечно же, его ни разу не надевала. И последнее, что я сегодня вам покажу, заранее извиняюсь, что я не успела эту вещь еще погладить. Это вот такое вот милое платьишко. Оно, знаете, такого бежевого цвета. Явно не белого, насколько я поняла. У него, опять же, такие вот кружевные, да, наверное, рукавчики. Также кружево присутствует на груди. Очень девичье, очень легкое. И просто классное. Поэтому, так, это последнее, что я вам показала. Вот, в принципе, и все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Девчонки, обязательно оставляйте свои комментарии. Давайте с вами там будем общаться. И всем пока и до скорой встречи.